Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Доброе утро! Надеюсь, у вас хорошее настроение. Я Бахтина Елена, по специальности врач-кушер-гинеколог, генетик, и уже 15 лет работаю в сфере внутрициологии. То есть это объяснить, как пища работает внутри нас, объяснить, как пища может нас излечить, или она же может добавить нам пару-тройку хронических заболеваний, чего, конечно, ну ни в коем случае. Соответственно, еще, как я себя вижу, я переводчик с языка тела на русский. И моя задача на ближайшие 7 дней сопровождать вас целую неделю, точнее, ваши завтраки сопровождать, и делать небольшие подсказочки по началу каждого дня, потому что это важно. Очень многие люди не завтракают вовсе, не успевают. Обед забыла. И когда вечером приходят домой, съедают все, что было в холодильнике. Вы знаете, такой стереотип питания точно не для стройности и точно не для здоровья. Поэтому наша с вами задача понять, зачем нам нужен завтрак. Я заметила, что детям, что взрослым очень нравятся сказки, это образы, поэтому расскажу вам сегодня сказку о том, как одна девушка под именем Маша не позавтракала. Просыпается утром Маша и понимает, ой, схватила вирусную инфекцию. Нос течет, небольшая температура, все тело ломит. Ну, в общем, какой там завтрак. Вообще не хочется, а она бухгалтер, и она вынуждена поехать и сдать какой-то годовой отчет. Это очень важно. Соответственно, она нехотя собирается, выезжает и в городе делает свои дела. По мере того, как она подвигалась, ей захотелось кушать. Ну, это нормальное желание. Но она в городе. Что можно в городе себе придумать? Условно, грязными руками. Я, честно говоря, понимаю Машу. Проще всего съесть банан. Банан – это углеводосодержащая вещь. Но зато грязными руками почистила банан, съела чистенькую сердцевинку и заморила червячком. Все хорошо. Ну, так как я у большого количества людей спрашиваю, когда тебя застал голод в городе, что же ты такое выбираешь, чем бы перекусить? Люди говорят что угодно. Кто-то шоколадом, кто-то печенюшками, кто-то булочку себе какую-то купит. Это все углеводные вещи, потому что перекусить, ну, не знаю, в какой-то отбивной или там супом, ну, это уже немножко сложнее. Там нужно зайти в кафе или в ресторан. Хорошо. И через некоторое время Маша сдала отчет, и она возвращается домой, покушает с семьей и уже выздоравливает. Теперь я не Маша, я ее организм. И ее организм утром, ну, на самом деле он ждал, пока Маша проснется, организм не спит, он постоянно занимается своими делами. И он говорит, уважаемая Маша, на нас вирусная атака. Я как уважающий себя организм обязана делать антитела. Антитела все белковые, то есть мне нужно, чтобы я получил этот белок, расщепил и сделал антитела. Где будем брать белок? Еще с удовольствием и с готовностью, говорит организм. Но Маша не слышит. Слушайте, я довольна, что Маша не слышит, потому что если бы мы слышали перепалку внутренних органов и клеток нашего тела, это знаете, что было бы? У меня цинк закончился, у тебя есть, так две недели уже нет. Хорошо, спрошу в той клетке. Вот такое было бы. Хорошо, что мы не понимаем, не слышим эти биохимические процессы. Ладно. Через некоторое время Маша съела банан. Организм уже начинает злиться потихонечку, говорит, уважаемая, вот ты съела банан. Я, как нормальный организм, должен создать ферменты пищеварительные, чтобы его расщепить и дать тебе пищевые ингредиенты в кровоток. Хм, где будем брать белок? Стесняюсь спросить. Маша это не услышала, уже возвращается домой и как раз 14.00. И организм почти в гневе, говорит, уважаемое верхнее сознание, вот 14.00, у меня последние три минуты сделать гормоны щитовидной железы. А они белковые. Ну, как бы они там простые, но есть белковый транспортный белок. Есть транспортный белок, который разносит эти гормоны по всему организму. Где, из чего я буду его делать? Ну, так как Маша не слышит, а организмы у нас с вами лидеры по натуре. Если не дают снаружи, организм возьмет изнутри. И что организм придумывает? Да у нас огромное количество мышечной ткани. Я возьму любую мышцу, расщеплю. Ну, правда, для этого нужно будет выделить гормон кортизола, который является стрессовым гормоном, который немножко повысит артериальное давление. Но это мелочи. Расщеплю эту мышцу с образованием большого количества аминокислот. Это структурных единиц любого белка. И создам фермент. И Маша запереварит. Гормон. И Маша останется красивой. И, конечно, антитела и Маша выздоровеет. Замечательно. Но только ту мышцу, из которой я взяла. Ну, из какой бы мне мышцы взять в этот раз? Большая ягодичная. Большая крупная мышца. Возьму из нее. Попа облизнет. Что, конечно, не очень хорошо. Тогда Маша, понимая, что теряет мышечную массу в ненужном месте, она, кроме того, что не завтракает, еще пойдет в фитнес-зал и начнет там приседать с гантельками. И попу-то она накачает, потому что в организме социализм. Если мышца работает, ее точно будет строить. Маша может исхитриться и занять все мышцы своего тела. Но есть мышцы, которыми мы не можем управлять сознательно. Это гладкая мускулатура. Значит, в расход кто пойдет? Сердечная мышца, ну, там, поперечно-полосатая, но все-таки гладкие мышцы матки, сосудов. Это совсем нехорошо. Получается, если женщина себя недокармливает и при этом измождает себя в спортивном зале, она что? Преждевременно стареет. А нам такое, ну, вообще не подходит. Поэтому задача – завтракать. На следующей встрече, прям завтра я уже завтракаю, завтрак-завтра, приготовьте себе завтрак, включайте мое видео, и я вам расскажу о типах завтрака и какой мы с вами будем выбирать завтрак, для того, чтобы наша мышечная масса процветала с каждым годом, чтобы коллагеновые структуры, там и обвал лица, и ручки, кожа, чтобы прям сверкала молодостью и красотой, и чтобы наши косточки хорошо держали удар. До новых встреч, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok